Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаемся стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Сегодня у нас завершающая часть по созданию накидки кички метлей. Мы сегодня должны ее собрать и оформить. У нас есть 4 детали, которые мы уже с вами связали, и сегодня будем их собирать. Итак, берем одну деталь, укладываем ее уголком. Смотрите, у нас есть нитки, у нас есть протяжки. Наверх протяжки не надо. Верхний угол у нас наверху, к нему протяжки подкладывать не надо. Берем однотонную деталь, V-образную, и складываем ее в двух сторон. Это лицевая сторона. Начинаем сборку. Верхушка там, где вверх. На ней не должно быть желательно, чтобы вот здесь по верхней части не было никаких ниток, никаких протяжек, как у нас были протяжки при вязании. Оставляйте внизу. Наверху желательно чистый угол. Итак, чистым углом наверх берем рукава. Понятно, что это рукава. И вот таким вот образом я эти рукава сейчас буду подкалывать к изделию. Подкалывать и, естественно, пришивать. То есть я пришиваю по длинной стороне, по короткой. Вот сюда. Беру вторую деталь. Точно так же по длинной стороне, по короткой. Угол остается наверху. Пришиваю раз-два. Сначала, естественно, надо так подколоть, но само собой это все лицом к лицу. Подкалывается и подшивается. И вот таким вот образом мы угол зашьем сюда и уходим на уголок. И получаем подшитый уголок здесь. Точно так же подкалываем уголок с другой стороны. И подшиваем лицом к лицу. Как зашивать, да как хотите. На машинке, руками, иголкой, крючком. Вот как вам больше понравится. И загнули. В эту сторону подкололи. У нас получится вот так вот подшитые рукава к квадратику. Под углом. Подшиваем. Потом точно так же мы сделаем со второй частью. С однотонной, которая у нас была. Только пойдет она уже вот сюда вот, бочком. Между собой детали сшивать не надо. Потом точно так же прикалываете эту деталь сюда. Эту деталь сюда. И подшиваете к уголку и к основной части. И у вас получится вот такое вот соединение двух деталей через рукава. То есть вы обе детали скалываете и подшиваете через рукава. Пришили с одной стороны. Вот так вот. И теперь делаем то же самое с другой. Завернуть полотно. И получаем вот такой вот симметричный угол. То есть у нас к зеленому. Так же лицом к лицу. То есть изнанка внутрь. Лицо наружу. Вот таким вот образом пришиваете. Естественно надо закладывать все это внутрь лицом. И тогда спокойно можно будет все это подколоть и подшить. Вот с этой стороны. И так. Изнанкой наружу. Симметрично все это аккуратно складываете. И подшиваете так, чтобы у вас одинаковое расстояние было. Относительно двух квадратиков. И сюда. И вот сюда вот тоже смотрите. Чтобы все заканчивалось там же, где... То есть эти точки должны совпадать, потому что мы сейчас будем рукава зашивать. Подкололи. И зашиваете. Следующим этапом зашиваете рукава. Вот эту часть. Вот. Она должна быть зашита с одной стороны. И зашита с другой стороны. Таким образом у нас с вами оформлены рукава и плечи. Зашиваете. Пришили. Вот у нас нитка торчит. Рукав зашит между квадратиков. Вот здесь вход для головы и два воротника. Которые нам осталось только оформить края, потому что рукава готовы. Вот они сшиты. Они подшиты двум сторонам. Можно немножко зашить край. Если хотите, немного зашивайте край, чтобы меньше болталось. Потому что достаточно такая распашонка получается. Итак, наша задача сейчас просто оформить два края. Снизу и два края сверху. Как это можно сделать? Берем планочку. Надеваем на вязальную машину открытые петли. И вот как наденется. И будем сейчас делать с вами планку. Для того, чтобы определиться с размером планки, измеряем количество сантиметров. Ровненько разложили. И смотрим. От угла. Так, здесь 12, 2 сантиметра. И, вот так, 12, 14 и, ну, те же 12. Получается 26. 26 сантиметров. Это наши планочки. Так, что здесь пишущие. 26. Вязать мы будем по минимуму. Минимальный подгиб. 26 это... Рыхленько. Если чуть-чуть натянуть, будет немножко поменьше. Сейчас мы по петлям посмотрим. Гладь. 3, 16. Умножить на 26. Это 80 петель. Ну, пускай будет 75. Из них 2 сантиметра. Это... 6 петель в самом низу. Вот эти 74, поменьше. Чтобы симметрично было. 74 минус 6 равно 68. Делим на 2. И получается 34 с одного края, 6 петель посередине и 34 петли с другого края. То есть, 34 петли здесь, 6 петель на рукав и 34 петли на вторую часть нашего полотна. Итого 74 петли. Идем вязать. Проще всего оформить крыловинку тем, что мы надеваем полотно лицом к себе. Потому что, когда у нас ворот отворачивается, он будет на нашем полотне, на нашем изделии лежать изнанкой. Надели по расчету полотно на иглы лицом к себе. Причем, если есть косичка, если есть какие-то протяжки, если есть хоть что-то грубое, поднимаем наверх, чтобы все это шло внутрь нашей планки. Итак, мне надо провязать 10 рядов. Потому что планка у меня будет 5 рядочков. С одной стороны 5 в другую. Двойная планка, как обычно. Рабочая плотность 7. Я ставлю 10 на один ряд. Первый ряд у меня должен быть очень рыхлый, потому что вот те петли, которые у меня сейчас пойдут, вот эти протяжки, я буду их надевать на иглы. Вот так, видите, у меня висят грузики, я оттягиваю центр полотно, у меня больше ничего висеть не будет, не надо. Один ряд на десятке. Не всегда машине нравится подобное. Сразу ставлю рабочую семерку и провязываю второй ряд. И вот теперь со второго ряда я начинаю делать увеличение количества петель. Просто выдвигая иглы до 6, потом обратно. До 6 ряда, потому что у меня уголки, мне нужно будет их шить. А для этого наша планка должна увеличиваться. Так, я выставляю иглу. Раз. Два. Три. Четыре. У меня шестой ряд. Все. И теперь, видите, у меня пошло увеличение. И за счет того, что увеличивается один край, увеличивается второй, у меня таким образом выровняется планочка. И не будет тупых углов, будут очень остренькие, хорошенькие уголки соединяться. И поехали. Теперь я буду уменьшать количество петель точно так же. До исходного количества. Три прибавили, три убавили. Все. Вот он, десятый ряд. Количество петель у меня уменьшилось. Все. И теперь я начинаю надевать полотно на иголки. Немножко выдвигаю петлю, чтобы ничего не упало с иголок. Можно снять грузы. Они будут только мешать. И смотрю, вот здесь есть протяжки. Вот они. Их я и должна надеть на иглу. Их видно. Ну, там, где пестрое полотно или где цвета нашего подгиба, плохо видно. Но все равно вот их распознать можно. Поэтому и начинаем. Первое. Второе. Третье. За счет того, что мы надеваем эти протяжки, у нас все, что оставалось внутри, все, вся смена цвета, все закрытые косички, все какие-то узлы, все, что нам надо было бы спрятать, все уходит внутрь планки. И ничего не будет видно, все очень чисто и красиво должно получиться. Каждую петлю я ищу. И еще за счет того, что мы увеличивали плотность, за счет того, что мы вместо седьмой поставили десятую, у меня, получается, эти петли достаточно хорошо поднимаются. Вот видите, их можно взять и надеть на иголку. Если бы я плотность не меняла, они были бы очень тугие. И это было бы гораздо менее удобно, чем сейчас. Ну вот так вот надеваете до конца. И закрываете косичкой. Ничего больше не надо. Закрыли, надели планку, закрыли косичкой или каким-то другим способом, который вам приятен. Но мы просто закрываем. Самое главное, не делать туго. Спокойно, свободно берете и закрываете. Так, два, три, четыре, вот она. Не пропускать протяжки, потому что иначе полотно все перекосится. И все, все протяжки нашли, надели, закрыли, часть готова. Надели, поднимаю язычки в иголок и, опустив иголки, затягиваю нитку и закрываю обычной косичкой, не затягивая. Затягивать здесь ничего не надо. Потому что иначе вы перетянете ворот. Видите, одну сторону я уже сделала. Вам показываю вторую. Потому что они делаются одинаково. Ну вот так вот до конца закрываете. Сейчас я вам покажу, как вот уголки. Вот они выровняются. Сейчас я вам покажу и что мы делаем дальше. Будем смотреть. Вот что у нас получается. Когда мы кофточку надеваем, кички-метель наш, у нас получается вот такой вот ворот, отстающий, который загибается вперед. То же самое сзади. Ворот наш. Ну, сейчас мы его подпарим, естественно. Это все, чтобы легко, хорошо легло внутрь. И за счет того, что мы делали увеличение количества петель, потом плавное уменьшение, потому что у нас двойная планка. Видите, получился уголок, который отлично ложится. Его надо вот этой аккуратной ниточкой, иголкой зашить. У вас получается идеальный угол с одной стороны, идеальный угол с другой стороны. И все. Таким образом мы с вами выполнили отделку по верхней части нашего изделия. Нам остается заправить иголки и оформить нижнюю часть. Точно в таком же принципе. Вы измеряете сантиметры по двум сторонам. С одной стороны. Ну, количество их одинаковое. И умножаете на петельную пробу. Смотрится такой же высоты. Вы будете делать планочку или другой. Только здесь теперь уже вы будете надевать изделие изнанкой к себе, потому что у нас такая вот коса должна пойти изнутри, а не снаружи. И надевать вы будете вот так вот по два полотна. Через рукав. Одна часть, вторая. Вот этот угол уже будет. И уголки мы должны выполнить точно так же. У нас получится две планочки. Через рукав от острия, от острия через рукав до второго острия. Развернули. И точно так же изнанкой к себе надели на то же количество игол полотно. Провязали точно такую же планочку, как мы сейчас с вами выполнили. И закрыли. Подшили уголки. Убрали нитки. И смотрим, что у нас получается. Вот так вот.